Сегодня будем говорить про боль. Про боль многих из нас. Что я имею в виду под болью? Сейчас ты поймешь, о чем идет речь. Наверняка и у тебя, и у меня в том числе, и у многих других людей есть такие дела, которые мы из раза в раз откладываем. Хотим их сделать в понедельник, хотим их сделать с нового месяца, с нового года и так далее, и так далее, и так далее. И эти вещи я называю болью, потому что эти вещи мы без конца откладываем и никак не можем за них взяться. И на мой взгляд, здесь очень важная есть особенность. Есть особенность того, что мы забываем, что наша жизнь конечна. Мы как будто бы думаем, что мы можем сделать что-то потом, потому что у нас потом будет больше времени, а потом больше этого времени не становится. Сегодня дам одно простое упражнение, которое нужно будет сделать на бумажке. Ты же любишь, когда я даю упражнение, которое нужно сделать на бумажке? Напиши в комментариях, любишь или не любишь. И будем его делать на бумажке, и я надеюсь, что оно тебе поможет разобраться с этим бесконечным откладыванием на потом. Согласен? Кстати, напиши, пожалуйста, в комментариях, какое дело, давай прям устроим конкурс, какие дела мы откладываем на потом. Кто-то не может разобрать папки на рабочем столе, кто-то не может, наконец, не знаю, начать бегать, кто-то не может пойти в тренажерный зал. Я, кстати, вот снимаю это видео и понимаю, что, наверное, мне уже после зимы и после года самоизоляции пора заняться своим собственным телом, потому что как-то оно пообросло жирком. Кстати, напиши, как ты считаешь, пора ли мне немного сбросить лишний вес? Или и так сойдет? Но переходим к упражнению. Переходим к упражнению, и смысл этого упражнения на самом деле очень простой. Бери лист бумаги, прям бери лист А4 и сделай приблизительно то, что я сделал здесь на флипчарте. Что именно нужно сделать? Вот смотри, у тебя есть дело, которое ты без конца откладываешь. И напиши на этот лист бумаги, что это за дело такое. Напиши просто, я хочу с понедельника начать бегать, я хочу с понедельника пойти в тренажерный зал, либо я в понедельник хочу разобрать документы на рабочем столе, ну и так далее. Ты знаешь, что ты откладываешь на понедельник каждый раз. И когда ты записал вот это дело, нужно делать следующее простое, как два пальца. Упражнение. Смотри, у тебя есть дело. Давай будем в этом видео говорить о таком примере, как начать бегать. Многие хотят начать бегать, начать изучать английский, ну в общем все, что модно. Начать вести здоровый образ жизни, бросить курить, здорово питаться там и так далее. Ну в этом примере просто, чтобы было понятно. Я надеюсь, тебе будет понятно. И напиши в комментариях, понятно ли тебе, как переложить тот пример, который я привожу в своих видео, на свою ситуацию. Итак, допустим, я захотел начать бегать с понедельника. Окей. Возьми вот эту фразу. Начну с понедельника, потому что сейчас. Давай. Я начну бегать с понедельника, потому что сейчас у меня нет спортивного костюма. И начинаешь перечислять причины, потому что сейчас я этого делать не могу. И здесь у тебя получится такой список причин. Я начну бегать с понедельника, потому что одному бегать неприкольно. Я начну бегать с понедельника, потому что сейчас плохая погода и идет дождь. Вот это утверждение начну с понедельника, потому что сейчас его нужно продолжить и найти, чем можно больше, оправданий того, почему ты именно сейчас и не начинаешь это делать. Бери на вооружение. И вот у тебя получается один такой списочек. Надеюсь, он у тебя маленький. Надеюсь, что у тебя этих потому что достаточно немного, не так, как у меня. Хорошо. Второй способ найти оправдания, следующая фраза. Что мне мешает сделать это сегодня, либо сейчас. И здесь ты тоже начнешь находить свои оправдания. Например, что мне мешает начать бегать сегодня? Лень. Отлично. Записываем в этот список. Что мне мешает сделать пробежку сегодня? Например, нет времени, уже распланировано много дел. И так ты составляешь еще один дополнительный список. Посмотри, вот этот список и вот этот список, они в принципе идентичны. Просто ты можешь докопаться до своих отговорок, до своих оправданий с помощью двух разных способов. Способ первый. Что мне мешает это сделать сегодня, либо что мне мешает это сделать сейчас? И второй способ. Начну с понедельника, потому что сейчас и так далее. И когда у тебя уже появилось два списка, тебе нужно поработать с этими списками. То есть здесь по большому счету, по факту, ты работаешь со своими оправданиями. Что нужно делать с этими оправданиями? Есть три небольших шага, которые нужно применить к каждому оправданию. Смотри, давай разбираться на моем примере. Я начну бегать с понедельника, потому что у меня нет костюма. Отлично. Вот потому что у меня нет костюма, я задаю себе вопрос. А действительно ли это так? Действительно ли я буду бегать в понедельник, если у меня костюм появится, например? Действительно ли я не бегаю, потому что у меня нет костюма? Либо возьмем пример из этого списка. Лень. Действительно ли это так? Действительно ли мне лень? Здесь просто отвечаем, да или нет. Если мы отвечаем да, то окей, оставляем это дело в списке. Если нет, то вычеркиваем из этого списка. Понимаешь, да? Я надеюсь, я понятно объясняю. Хорошо. Когда ты проверил все свои отговорки на их действительность, то есть действительно ли это те отговорки, которые... Действительно ли это те препятствия, которые тебе вот реально-реально мешают сделать то, что ты планируешь сделать с понедельника уже который год. Переходим ко второму вопросу. Второй вопрос. Здесь тоже нужно проверить свои оправдания. Допустим, берем оправдание. Нет костюма. И задаем вопрос. Какая доля вероятности, что это перестанет мне мешать в понедельник? Если у меня нет костюма, то что? Он у меня появится? Либо я его где-то достану? Если эта задача прям вот решаемая, то мы ее вносим как бы в список задач, как будто их нужно решить. Ну, их действительно нужно решить. Не как будто, а прям вот действительно. Нужно решить съездить в магазин и купить себе костюм. Либо достать с какой-нибудь верхней полки, постирать его, приготовить для того, чтобы он был пригоден для использования. Дальше. Давай возьмем, допустим, вот такой контекст, как лень. Берем лень и задаем по поводу лени вопрос. Вопрос. Какая доля вероятности, что это перестанет мне мешать в понедельник? Никакая. То есть лень мне может продолжать мешать бегать и в понедельник. Тогда здесь ты задаешься вот каким вопросом. А действительно ли я хочу бегать? И действительно ли то, что я хочу делать, имеет для меня такую вот прям большую ценность? И опять же, я в своей книге «Путь NLP практика» говорил, что есть такая модель Toad, и, возможно, некоторые цели стоит с ними распрощаться. Например, если у тебя есть на рабочем столе в компьютере папка, в которой есть другие папки, и эта папка названа «Разобрать». Может, эту папку не стоит разбирать, если ты уже ее не разбираешь целый год. Может, ее стоит просто удалить. Или, допустим, если ты не бегаешь, потому что идет дождь, может, уже пора отказаться от идеи вообще бегать, потому что, как ни крути, в любой понедельник, в любой день недели может начаться дождь. Это второй этап данного упражнения. Ну и третий этап. Ключевой вопрос. Самый главный вопрос. Несмотря на все свои оправдания, вспомни свою изначальную цель. В этом случае хочу начать бегать. Задай вопрос. Как я могу попробовать это сделать сегодня? Вот здесь прям очень важно, и ты здесь можешь проскочить, как бы перепрыгнуть через свои оправдания. Как это сделать? Давай подумаем, поразмышляем на примере с бегом. На примере с бегом все очень просто. Можно закрыть глаза на то, на то, что нет костюма, на то, что одному неприкольно, на то, что идет дождь, на лень, на то, что нет времени. И, допустим, ты идешь куда-то по делам, и что тебе мешает, даже вот в парадном костюме, даже в туфлях или на каблуках, не знаю, пробежать 20-30 метров. Если ты заставишь себя это сделать, несмотря на все вот свои оправдания, то, скорее всего, ты очень быстро придешь к тому, что тебе легко это начать. То есть, вот смотри, ключевой вопрос. Когда ты задаешь своим оправданием, очень важно задавать себе вопрос. Вот прям очень тебя прошу. А действительно ли мне мешает моя лень? А действительно ли мне мешает моя погода? А действительно ли мне мешает отсутствие спортивного костюма? А действительно ли мне мешает отсутствие компании? И так далее, и так далее, и так далее. И здесь очень важно быть искренним с собой. Я, может быть, просто не хочу это делать, а просто там сам себе что-то напридумывал, и теперь всем порассказывал, что я вот собираюсь начать бегать, и все не начинаю, в том числе, скорее всего, сам себе очень хорошо рассказывал, и начинаешь от этого мучиться, у меня вопрос, зачем, зачем тебе мучиться? Ведь если ты не начинаешь, допустим, бегать уже год и откладываешь до понедельника, да брось ты нафиг эту идею, значит, это не твоя цель, и тебе не нужно этим заниматься. А если все-таки у тебя есть возможность попробовать это сделать вот прям сегодня, прямо сейчас, вот после того, как ты закончишь это видео, ну хотя бы в течение суток, закончишь видео это смотреть, и в течение суток ты попробуешь что-то сделать, давай попробуем с примером, там, разобрать папки в рабочем столе, давай ты попробуешь разобрать не всю папку, а, допустим, одну папочку из этой папки, вот попробуешь это разобрать, и тут самое главное, дорогой мой друг, на самом деле заставить себя просто попробовать, и заставить себя попробовать сделать не всю задачу, а прям какой-то маленький кусочек, может быть, 1% от задачи, может быть, у тебя есть в планах бегать марафоны, но очень важно научиться сначала бегать 100 метров или 50 метров, и даже не обязательно это делать в кроссовках, любую пробежку можно сделать, ну смотри, люди же как-то бегают, там, я не знаю, за метро, за автобусами, за такси, от милиции, они не обязательно бегают в кроссовках, они просто бегают, потому что им нужно бежать, или вот еще хороший пример, когда, знаешь, расстройство желудка, люди в туалет бегут вообще не обращая внимания ни на лень, ни на отсутствие времени, ни на то, что нет спортивного костюма, им просто приперло, и они бегут, то же самое происходит у нас, ты на самом деле просто подумай, как ты можешь это попробовать начать делать прямо сегодня, прямо сейчас, после просмотра этого видео, я надеюсь, что я немного тебя замотивировал, и ты что-то попробуешь, я напоминаю, что я просил тебе написать в комментариях, какое дело ты без конца откладываешь, это прям очень важно и будет интересно, я своими задачами с тобой поделился, надо, наверное, сходить в тренажерный зал и попробовать себя прокачать, привести себя в форму, может быть, у тебя есть какие-то, у меня есть, кстати, еще одна интересная штука, у меня есть много разных видеозаписей, там, с прошлых годов, да, там, с 19-го, с 18-го, прям с тренингов записи, которые у меня не доходят руки разобрать, обработать и их выложить на YouTube, напиши в комментариях, что есть у тебя, но я уже борюсь с этой задачей, и я уже пробую делать шаги, уже одно видео отмонтировал, возможно, в следующее воскресенье его выложу, поэтому пробуй, действуй, я в тебя верю, ставь лайк, я уверен, что это действие точно не нужно откладывать на потом, и можно его сделать прямо сейчас, поделись этим видео со своими друзьями, подпишись на канал, если ты еще не подписан, и жду твоих комментариев, кстати, напиши, пора ли мне похудеть или нет, мне вот интересно знать твое мнение.